Главный ловила страны Дмитрий Нагиев умело водит за нос любопытную прессу. Ему приписывают множество романов, но он только отшучивается и держит свою личную жизнь в строжайшем секрете. Однако в 2015 году папарацци все же пронюхали некоторые подробности любовных похождений звезды. В СМИ заявили, что Дмитрий живет на две семьи. У него якобы две гражданские жены, Анна Спектр в Москве и Наталья Коваленко в Санкт-Петербурге. Предполагаемая московская жена телеведущего проживает с ним в закрытом поселке под Москвой. По информации прессы, в этом доме с Анной и Дмитрием живет их совместная дочь. Они часто отдыхают вместе, но предпочитают только закрытые заведения, чтобы не привлекать нежелательного внимания. Известно, что Анна пользуется одной из машин Нагиева и чувствует себя полноправной хозяйкой в доме. Вторая жена известного телеведущего Наталья Коваленко живет в Санкт-Петербурге. Эта девушка является бывшим администратором Нагиева, а ныне шеф-редактором Первого канала. У Коваленко подрастает сын Марк, внешне очень похожий на Дмитрия. С Нагиевым Наталья уже более 20 лет. Эту информацию удалось узнать хакерам, когда они вскрыли телефон Ольги Бузовой и обнаружили переписку Ольги с Натальей. Новость о том, что известный режиссер Тигран Киасаян живет на две семьи, ошарашила многих. Он всегда считался примерным семьянином и в интрижках замечен не был. Более 20 лет он состоял в браке с актрисой Аленой Хмельницкой. Алена родила ему двух дочерей. Но буквально через год после рождения второй дочери поползли слухи о романе Тиграна с главным редактором телеканала Russia Today Маргаритой Симонян. Влюбленным ловко удавалось скрывать отношения от посторонних глаз. Только после того, как Маргарита Симонян родила Тиграну двух детей, он официально расторг брак с Аленой Хмельницкой и женился на Маргарите. Заслуженный артист России и четвертый губернатор Алтайского края Михаил Вивдокимов долгое время скрывал свою вторую семью. Всю правду официальная жена Галина узнала только после смерти Михаила, когда его тайная возлюбленная Надежда Жаркова неожиданно заявила о праве на наследство для своей дочери Анастасии. Оказалось, что Анастасия является внебрачным ребенком Евдокимова. В результате дележки имущества она получила дом на Рублевке. Надежду Жаркову Михаил знал с детства, но их тайный роман вспыхнул, когда артист приехал с концертом в Бийск, а Надя подошла взять автограф. Их отношения продлились около 17 лет, вплоть до гибели Евдокимова. Позднее оказалось, что у артиста была еще и третья неофициальная жена, мулатка модель Инна Белова. Она родила Михаилу сына Данила, но участвовать в дележке имущества отказалась. Сейчас Надежда и Инна устроили свою личную жизнь, а вдова Галина замуж больше не вышла. Чтобы не пропустить самые интересные новости, не забудь после подписки нажать на значок колокольчика.